Всем привет, с вами какой-то чел, и давайте сразу к делу. Заходят как-то в магазин, сосиска в кьяре, перепечка с гитарой, сатана и труп в мешке, а продавец им предлагает купить дохлого кота. А ему перепечка отвечает «Я тебя глохну». Потом продавец делит 44 части и начинает петь. Что это блин было? Ааа, это просто трамвайные макаки. Так что давайте начнём с самого начала. И давайте на этот раз я сделаю кое-что необычное и постараюсь обойтись без лишних комментариев. Трешовые попытки озвучить героев, разумеется, остаются. Потому что в это предисловие я хочу сказать то, что трамвайные макаки — это в первую очередь необычный опыт, а только во второй ХПГ. Механики тут так себе. Так что я прошу вас подписаться на канал, потому что это реально многое для меня значит. И давайте же скорее отправимся на приключение. Позволим генератору случайных чисел выбрать нашу команду, и мы начинаем. Здравствуйте, друзья. Сегодня я хочу рассказать вам, что такое Кринж. Термин Кринж произошёл из протагерманского Кринжана, что значило падать. После из протагерманского Кринж перешёл в современный английский. А потом, вы сами всё знаете, Кринж пришёл в Россию. Земля разлетелась на части, а в далёком селе встречи тебе прошло три апокалипсиса, и сейчас начинается четвёртый. Весело, да, а жизнь весёлая, поэтому мы, древние божества, гордо говорим. Мы изобрели Кринж. Макаки выходят из трамваев. Вторая глава. Приветствую, герои. Я Магаранда. Я призвал вас для спасения мира от нашего извечного соперника, бога смерти и разрешений. Привет, мистер Срамычер. Можете объяснить поподробнее? Конечно, мой друг. Вы нужны мне, чтобы собрать великие семь яиц дракона. Зерьёзно? Мне их дюкнуть хоть сотню и без этих героев. Слушай сюда, вы мой регион судьбы, только вы можете спасти меня от четвёртого апокалипсиса. И вообще, у тебя маны не хватит. Смерть это круто. Короче, от того, чтобы убить их всех. Можно домой? Да, нет, короче, чейте сила врагов стрелочками, у вас есть здоровье, не сдохните, блокируйте атаки щитом. Ты, паучара, паучина нужна, чтобы ослаблять атаки, пикать, чтобы увеличить её. Ты, нечто, используй телепорт, я телепортации. Цель пропустит ход, это наносит тебе урон. Кстати, ты, не святое отродье, позируй, чтобы получать ману. Хоть это понятно? И ты, просто шожги всех. Ну типа, я устал, убейте травальных макак. Навыкам нужна мана. Мне нужен сон. Я, конечно, люблю день, но вот что покруче. Вот вообще, типа, два раза режима сложности. Ааа, ты что, любишь? Я люблю ломать игры. Вау, чуваки, да вы глубокие. Типа, может не повернуться за там, было... Ох, ну меня стыдь. Типа, омой! Мне нужно набрать ромашек. Если вы хотите ждать смерть, могли бы хоть выпить что-нибудь. Не, реально, я пришёл сюда из самого ада, чтобы отравить вас. Пожалуйста, выпейте. Эти макаки вернулись. Опять. Теперь мне придётся пройти через сад трубаков. Ненавижу, ведь только рыцари антиснюса смогут спасти нас. Эй, может, ты за ними сходишь? Привет, пока и прочий бред. Продаю карту, вот секрет, лишь 8 за сад трубаков. Купишь, конечно, знаю я, когда каждому нужна. А деньги, можно для героя? Им как раз я это брал. Эй, ребят, послужны бабки. Четвертый апокалипсис и всё такое. Радушки, до свиданки. Увидимся, чтобы купить карту этого села. Я не футбольный мячик. О, вы понимаете, спасибо. У этих цветов крыша поехала. Может, этот новый края? Типа, он такой страшный и стрёмный и со вспышками. Он живёт где-то слева. Пожалуйста, остановите его. Ох, наконец, всё время знал. Увидимся мы вновь. Запал. Твой оценю я в 12. Исчезают твои деньги в моих магических руках. Ох, вот была бы трагедия. Я если бы убежал. А, кешки. Надеюсь, ты глохнул того светочного чувака. Коты прячут ход в прошлое. ПО-КА! ПО-КА! Заплачут павшие герои, смотря на ваши души. Так почему я вижу пламя в ваших телах сломленных? Замолкните во имя вне. Сломаны, как рыцари. Узлите же вечную ночь. Моей песни бои. Наружу пойдут внутренности. И сгноют на полу. Вновь падёт героев четвёрка. На этой проклятой земле. В страданиях цветы умирают. От ваших рук кровавых. Вновь вновь мы вырастаем. До ваших неотропах. Благодарю за спасение от этого странного монстра. Я анти-рыцарь. Мы рыцари анти-снюса. Может, слышали? Не. Мы хотели остановить макак. Но нам надо открыть великие врата макак. Нам нужен молоток. Спасибо за спасение. Я мистер Снюс. Мы типа рыцари анти-снюса. Нам нужен молоток. Я слышал, что какой-то телегопник владеет таким. Поможешь найти его? Так вот, кто спас нас. В таком случае, благодарю. Меня зовут сломанным. А они, рыцари анти-снюса. Мы ищем телегопника. Он правит всеми гопниками и офниками. Знаешь такого? Я особенная комбинация бесполезных идей. Йоа, ты тупой. Играешь в игру, но не жмёшь на эскей, когда ты должен. Клоуна найди. Мы его накормим, когда звёзды заплачут. Их слёзы землю осушат. Они пришли умирать. Прощай. Ночь принимай. Приветствую, мой друг Корой. Сила твоя впечатляет. Рону Бреск меня привел. Помочь тебе в негастие. И коррупцы от боя плачут. Наша власть будет сильнее. Скармливая твоему злотому пламени. Мусор из твоего инвентаря. Мусор из твоего инвентаря. Хотели забить мне стрелу? Крёхните моего охранника. Он тебя тупо овнет. А-а-а. Он же здесь? Где он? Подожди его позже. Казанника, нам хомста. Нам нужно что-то сделать. Тип-чпохнуть их. Или лучше, вынести им дво стул. Нет. Это не по-пацански. Они пришли, чтобы умереть. Как эти рыцари. Мы дадим им умереть. Зайти уже. Я ждал вас типа вечность. Ах-ха-ха. Вы обречены. Ах-ха-ха. Слэш, пацаны. Вы мне больше не закрятые враги. Я устал. Оставьте меня. Тилип, как вы меня откопали. Мне твое дело. Выключи этот глупый шрифт. Даже ты не можешь быть настолько темным. Ты что, не догоняешь? Мы релеванты по сюжету. Правило гнуться перед нами. Так что сдавайся пока живой. Прощай. Друг мой. Твой путь принёс твой конец. Позволь мне его тебе показать. Усери пустоту внутри. Прости за мою жизнь. Наша история выше грустной и мрачной. Но вдруг изменим её мы простым минус один. Вы тупые или что? Плевать мне на вас. Я нашёл новых запятых врагов. Эту, чуть вёгкую сделка ломов. Ну, посмотрите на них. Они должны больше мешки с крешей, чем вы. Позвольте объяснить. Злой лонгстер, который тупо не хочет быть злым. А ещё, он белый. Эй, мне что, нельзя заводить друзей? Эти выцари шозлали меня темным. Ненавижу их неидойные стандарты. Однажды своих напильё. Ну, прости, что в сравнении со мной, ты всего лишь стрёмный телек. Опять эти маловедки со ЦП балуются. Опять алкаша недобери, выдолбывается. Призрак-сесняшка, который можно случайно обжечь. Скучно. Наверное, жизнь действительно скучная, когда сидишь у себя в подвале. Не так ли? И главное, это то, что вы просто книжек про избранных. Видите? Поэтому я вас не говижу. Вы скучные и бесящие. Нет, прошу только не это. Нет, нет, никогда. Нет, нет. За что? Почему мы? Почему? Вот и всё. Вы меня задолбали. Я я, Заяц. Научи-ка рыцарей, как ходить сквозь сцены. Как прикажете, мой волк. Пора мне поспать. Мои миньоны тебя чпохнут, грохнут, жахнуть из огнемёта, а потом мы сделаем тортик. Вы не готовы ко мне, сделка ромы. Наш мир создал Бог, а мы снимаем... Шурки реально кончились нахер. Фортуна отвернулась от тебя. Эмм, ты в порядке? Можешь пожалеть свой молоток? Мы могли бы спасти мир от Апокалипсиса. Вместе. Вы явно не умны. Зачем мне помогать вам? Этот Апокалипсис изменил мою жизнь. Он сделал её гораздо лучше. Я был обычным стариком, кто любил мусор и трешовую музыку, кто боялся всех цветов и котов, но посмотри на меня сейчас. В своём подвале я стал короём и богом, а эти глупцы моими подданными. Я создавал империю. Я пытался выжить. После великого разлома, небопада и троицы садников, я ещё живой. И теперь вы хотите забрать всё у меня? Ахаха. Весело, да? Ахаха. Ахахаха. Не сегодня сделка ломы. Я вернусь через 6 сезонов. Ахахахахаха. Ахахаха. Ахахахахах. Ахахахаха. Мои лучшие цитаты. Никто не сбежал. У их машины только 4 колеса. Я не замена. Я улучшение. Сегодня это Милашка. И вот, героям удалось найти первое яйцо дракона, победить злоу телегопника, разобраться с духом загрязнения и даже сходить на ферму. И появляется вопрос. Что ждёт их дальше? Сейчас они должны сломать великие врата макак молотком. И что же ждёт их потом? Что же случится в третьей главе? Сейчас мы переходим к той части, о которой я не очень хочу говорить. Точнее, хочу, но... В общем, эта игра на этом не оканчивается. Не. Разумеется, у меня есть дизайн-документ, в котором написано, что будет в третьей главе. И его я читаю прямо сейчас. Я, наверное, его даже показываю вам, но с закрытыми надписями участников. И... Кхе-кхе-кхе. Давайте по сюжету. Что там должно было быть? Тип, открыв великие ворота макак, четвёрка героев попадёт в обезьянные джунгли, где они будут сражаться с траварными макаками, попадут навстречу с жуком Фреско, это типа Жак Фреско Гон Таракан, и им уже будет попасть в траварный дворец, чтобы там сразиться с королем обезьян. Но, к сожалению, для входа в дворец нужен грязный диплом. Откуда его получить? Конечно же, пойти в обезьянную школу, где им придётся сразиться с господиной обезьяной. Ну, а ещё, чтобы найти вторую часть меча, они отправятся в заморское днище. Там они встречат русалку Мику. Разумеется, русалка Мику — это прообраз нературального йогурта Мику. Если вы помните один ринджа, то вы его знаете. Евгения. По названиям Ох, автобусная макака, обезьяна с автоматом, дуракан, дважды макака — это я читаю название противников и их характеристики Макака Мику. Морок, жук, фреско. Эх, хочется сказать, чтобы было, но... Эх, 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 эх. Эх, знаете, этот блеценный момент, когда вы отправили эти дизайн документы, и вот наступает срок начала работы, 12 августа, 21 год, и вы понимаете то, что никто из команды даже его не считал, не смотрел. Понимание того, то что... Как там, от любви до ненависти, один шаг, а от равнодушия... Мне безразлично. И, если честно, да, это довольно сильно ударило по мне. Столько сильно, то что я не был никогда снова возвращался к разработке игр. Но... Не, как бы я возвращался, но никогда ничего нормального не получалось. И в итоге вы сами знаете. Спустя два с половиной года, 10 сентября, выходит первая серия небывалых, Одел Клинжа. У Одела Клинжа тоже были игры, но я ими не горжусь. Я вообще мало чем там горжусь. Но помню, было вот это как-то заключительный проект. Всё, что мы хотели вам показать. И в котором, как вы знаете, да, собираются все неиспользованные идеи. И раз уж я раньше о нём говорите, то вы сами догадались. Но... Пам-парапам-пам! Ладно, это не работает. Не, это бы сработало, если бы я сдержал свой обычный... Свой обычный голос на повышенных тагах, в кавычках. Но... Извиняюсь, не сегодня. И что я хочу сказать, то что там... Пусть это и называется всё, что мы хотели вам показать. Там было очень много моментов, которые просто не прошли. И раз уж я начинал говорить о дровах, пока их можно... И хруми-будь. Пожалуй, с вами такие бы интересные были. Момент со сыном Степана. Должна была быть небольшая пародия на каталог Манделы. Почему этот момент так важен? В основном для такого нарративного удара. Потому что если основной у нас это... Комедия-сюриализм, то тут у нас чёртов хоррор. О, вот ещё не лучший момент, потому что очень интересный факт. Изначально, вместо всего, что мы хотели показать, даже было бы быть просто Едибак в России. Но эта идея не была использована. И в итоге из всех неиспользованных идей получилось вот это. Тут в вагоне пользы даже были ссориться Едибак и Суперкод. Вы сейчас видите текст. О, и в окне самая интересная часть это... Кусочек с Суши и Владами Арсении еб. Почему это важно? Суши и Владами Арсении это главные герои Аватарки. Что такое Аватарка? Вы же сами, наверное, догадались, что в Адеаклик же есть много сценариев, до которых никогда не доходили руки. И у меня был сценарий Целесей, который был написан между второй и третьей серией небывалых. Об Аватарке. Вообще, сценария, это хорошие герои, никогда не доходили руки. Так, ладно. В общем, тут есть очень хорошая стега. Сейчас зачитаю. Ксюша, Влад и Арсений идут по коридору с огромными витражами. Затем они заходят в огромный зал. В этом зале они видят банку на предистале, на одной стороне и телевизов с ковриком на другой. Влад говорит. Мы сделали это. Вот она, волшебная банка, способная исполнять желание. Внезапно, рядом с ковриком загорается пламя, из которого появляется Даня. Даня говорит. Посмотрите внимательнее отбросы. У вас есть очень сложный выбор. Вы можете взять волшебную банку, или вы можете посидеть тут и посмотреть мультики. Аксений угрюмо говорит. Не будем мы смотреть с тобой мультики, драчом ты малолетней. Ксюша скользит и встает перед Даней. Мы будем смотреть мультики без тебя. Ксюша, ударяя Даню со всей силы, отчего он вылетает из замка, пробивая дыру в стене. Телевизор включается сам по себе. Ксюша, Влад и Аксений вместе говорят оооо. Интерьер. Экран телевизора. День. Экран показывает серый город и пасмурное небо. Звучит голос из телевизора. Давным-давно в одном маленьком городе жила команда разработчиков. На экране появляется бочка с квасом с надписью «Квас Чан». Голос говорит. Имя ей было. Команда Квас Чан. Далее экран показывает геймплей наших старых игр. Конец отличного чара, Котя против пришельцев и приключения Ника. Вместе они создавали забавные игры. В одной комок чернил собирал кристаллы. В другой кот сражался с пришельцами. А в третьей мальчик сражался со смертью. Далее появляется силуэт неизвестной вывески. Наконец, они решили создать свой самый грандиозный проект. Вывеска сияет. Теперь видно, что на ней написано «Макаки выходят из трамваев». Далее показывается игровой процесс. Незабываемая игра, где игрок создавал команду чудиков и отправлялся в необычайное приключение, было лучшим, что им удавалось создать. Там были веселые герои. Уникальная боевая система и огромный потенциал. В видеоряде показывается битва с серегопником. А также встреча с драконом. И вот, в конце второй главы, героям удалось найти первое лицо дракона. «Разводите игопник, обещал вернуться и оламстеть!» «Только...» «Вот незадача». Видеоряд ставится на паузу. «На этом...» «Всё и кончилось». Экран становится тёмным, но голос всё ещё звучит. Игра была заброшена. Команда распалась, а из её останков появился отдел. Экран показывает другие игры, приключение шарика, а затем мультфильмы «Небывалых» и «Бош». «Теперь они делают живые игры для мобильников», «Уродские анимации» и «Долбаный объект-шоу». На экране появляется разогрённое яйцо. «Вради этого наш мир был уничтожен!» Интерьер. Единой дворец. День. Стоящий перед Ксюшей Владом и Арсением телевизор отращивает конечности и встаёт. На их яйце описан ужас. Теперь всем становится ясно, что телевизор — это телегопник! Ле... гу... Если бы не время... Это лучший кусок, и он был вырезан. И поэтому лучший кусок — это песня гендиректора. Ну... Так, ладно, тут ещё была третья песня, но о ней речь не пойдёт. И... эх... Я пытаюсь вспомнить, зачем я вообще начал этот разговор. Как первый свадок красной песни о Джо Хауе? Это, если что, красный галстук из Таги Холла. После того, как он ушёл из Таги Холла, как-то... Если честно... Я не понял, когда в последний раз говорил видео по душам. Как бы... вау. Именно в такие моменты вспоминаешь, какой долгий путь всё-таки приходилось пройти. И... приходит понимание, что дальше всё будет только интереснее, только сложнее. Но... зато... мы есть друг у друга. Это плюс. Если честно, я никогда не думаю то, что это день настанет. Я честно такое не представлял. Но... вот... теперь это реальность. Я... сижу... на диване... в час ночи. И... записываю на телефон. Кхе-кхе-кхе. Поздравление, пока на меня... И... сольными глазами смотрит кошка. И приходит понимание то, что... Пошечки... на случай 250. И... я чувствую то, что число будет только расти. Спасибо то, что вы здесь. Спасибо за просмотр. И... обещаю. Дальше всё будет только интереснее. А... на этом пока всё. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok